На канал Закет поступил следующий вопрос. Почему оскудевает вера? Как можно нам с вами понять, укрепляется ли наша вера, оскудевает ли наша вера? Есть некоторые признаки, когда мы замечаем, что вера наша слабеет. Какие это признаки? Например, у нас появляется нелюбовь к какому-то человеку. Если у нас нет любви, то, конечно, мы далеки от Бога, потому что Бог есть любовь. Конечно, мы не веруем в Христову любовь, если мы сами не будем любить. Следующий признак оскудения веры, например, уныние, когда не хватает нам радости. Но если Господь с нами, то кто против нас? Если Господь любит нас вечной любовью, и эта любовь никогда не закончится, и волосы на нашей главе сочтены, то что нам унывать? Неужели мы не можем потерпеть? Тем более, Господь и сказал, чтобы мы отверли себя, взяли крест свой и последовали за Христом. Поэтому нечего унывать, надо понести свой крест, надо потерпеть трудности в жизни. Какие еще признаки оскудения веры? Когда мы теряем благодарность, когда мы не умеем благодарить ни Бога, ни людей. Если мы верующие, если мы верим и знаем, что Господь с нами, что Господь наш Спаситель, что Господь наш Искупитель, то вся наша жизнь становится благодарностью, вся наша жизнь становится евхаристической. Высшая степень благодарности – это участие в евхаристии. Поэтому, если мы равнодушно относимся к евхаристии, к причастию, то это всегда говорит о том, что оскудевает наша вера. Какие еще признаки оскудения веры? Когда нам не хочется общаться с Богом, когда мы оставляем молитвы, когда молитва для нас становится трудной повинностью, обязанностью, когда молитва наша сухая, не от сердца, и мы ничего с этим не делаем, и не хотим молиться внимательней и плохо трогаемся в этом, потому что это как будто бы нам не надо. Оскудевает наша вера и тогда, когда мы забываем о Храме Божьем, о церковных праздниках, и у нас свои праздники начинаются, у нас своя жизнь, свои проблемы, свои «радости» в кавычках человеческие, но только не Божьи. Это все признаки оскудения веры, которые напоминают нам о том, что что-то не в порядке с нашей душой, надо что-то делать. Но что же делать? Знаете, как если человек бы отдалялся от источника света, например, от Солнца, чем дальше от Солнца, тем меньше света, меньше тепла, больше холода и больше мрака. Ну, приблизься к Солнцу, и будет свет и тепло, и будет радость, которая бывает всегда от солнечных дней. То же самое с Богом. Приближаясь к Богу, все меняется. Но вопрос, как к нему приблизиться? Как преодолеть это расстояние? Ну, начнем с покаяния, конечно. Когда мы скажем, Господи, прости, мы одолеемся от Тебя, мы потеряем веру, вера наша становится неживой. Избави меня от этого духовного оскудения, помоги мне наполнить свое сердце любовью к Тебе и благодарностью и радостью. Помолимся об этом Богу, и Господь услышит, потому что в этом есть воля Божия, чтобы так было. А то, что по воле Божией все исполняется, если мы только попросим у Него самого, а не получаем, потому что не просим. Чтобы нам приблизиться к Богу, нужно будет не только Ему говорить, но Его послушать. Чтобы послушать Бога, надо читать Священное Писание, ведь Господь через Священное Писание с нами разговаривает. Апостолы Павла говорили, что вера отслышания, ослышание от Слова Божия. Чтобы нам приблизиться к Богу, надо приблизиться к человеку. Помните заповеди «Возлюбить Господа Бога, свой Господь сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей, и возлюбить ближнего своего, как самого себя». Поэтому, если мы любим ближнего, приближаемся к ближнему ради Христа, тогда через Него мы приблизимся к Богу. И вот это расстояние между нами и Богом будет все короче и короче, и вера наша уже станет опытом Богообщения.